Здравствуйте! Мы сегодня с вами будем общаться с этим вот товарищем. Катинг плоттер. Отрезной плоттер китайского производства. Без никаких опознавательных знаков. Абсолютно. Поэтому будем с ним работать так как есть. Включается он здесь. Также здесь у нас есть предохранитель. Если вдруг не включается проверяйте целостность предохранителя. Бумага у нас висит вот здесь. Эти это прижимы бумаги. Откинули. Ослабили бумагу. Можно отрегулировать. Опустили. Бумага готова к печати. Здесь мы регулируем прижим. Далее у нас по кнопочкам. Ресет. Это у нас если вдруг печатает и не то что нужно остановка. То есть сброс. Нажимаем на ресет и все прекращается. Это у нас для перемещения для задания нулевой точки. Туда-сюда. Вверх-вниз. Двигается бумага. Выставили нужную нам точку. Давайте чуть дальше допустим. Выставили. И нажимаем origin. Чтобы применилась эта точка откуда начинать печатать. Можно сделать тест. Нажимаем тест. И печатается такой тестовый квадратик внутри стрелочки. Дальше у нас есть сетап. Speed. Это скорость движения. Force. Это прижим. Опять же регулируется в зависимости от бумаги, от материала, с которым вы работаете. Сетап. У меня заработало на вот таких вот настройках. Плюс 6. Стрелочка вверх-вниз. И 38400. Это скорость работы порта. Тест опять нажимаем. Сетап. Извините. Сетап нажали. Опять вернулись в это в это меню. Пишущий узел так называемый. Вставляется просто. Вот он. Это наша чудо-паста. Вставили сверху. И прижали этим фиксатором так называемым. У нас нет компорта. Есть возможность подключения через компорт и через USB. У нас современный компьютер. Как и у многих из вас компорта нет. Поэтому мы подключили через USB. И это этот плотер он определился на компьютере как Prolific PL2303. USB контроллер. Вот у нас Prolific USB 2-сериал порт. Ком-4. Это важно видеть, знать для того, чтобы настраивать драйвера именно под нужный нам компорт. Драйвера на Prolific скачиваются в интернете. В описании я выложу ссылки для того, чтобы вы могли их без проблем скачать. Вот драйвера Prolific у нас и вот драйвера драйвер каттер. У нас Windows тут есть 64-бита, у нас не 64-бита, у нас 32-битная. Просто запускаем сетап. Сейчас мы его удалим и установим. Нужно выбрать Ком-4. Там, где я вам показывал, посмотреть. Обращайте внимание на то, если вы будете его отключать и заново подключать, чтобы этот номер порта Ком-4 не поменялся. У меня такая была ситуация. И пришлось заново переустанавливать драйвера. Либо перенастраивать драйвер в драйверах номер порта. Значит, запускаем Corel. Пробуем печатать. Давайте. текст какой-нибудь пока рупенее. Трын. Печать. Тут выбираем верхний левый угол. Печать. Вот он у нас чудесным образом печатает. Также его можно использовать как отрезной как отрезной Клоттер. В комплекте идет вот такая вот не знаю как ее назвать второй узел куда вставляется лезвие игла. Смотрите как китайцы шутят. 10 штук маркировка все дела. Открываем коробочку. Хоба! Никак не 10 почему-то. Всего лишь 3. Но типа 10. Откручивается вот эта вот штукенция. Давай, давай, откручивается. Достается эта игла. Снимается этот колпачок защитный. Давай. вставляется сюда эта штучка. Одной рукой и снимать и делать. Вот он острый довольно-таки. Вот это игла вставили. Зажали. Тут есть регулировочный винт вверх-вниз. Сейчас поставлю на паузу, покажу вам. Вот я вставил эту иглу. Теперь можно пишущий узел убрать, вставить сюда. И у нас будет он резать допустим на пленке оракал. Вот он напечатал наши буквы. Печатает немножко некрасиво. Но это надо еще делать какие-то настройки. Я так думаю регулировать прижим этих роликов. Регулировать нажатие этого пишущего узла. В общем-то все. Если какие-то вопросы будут задавайте. Всем успехов!